Всем большой привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня покажу вам нашу поездку на кемпинг. Что такое кемпинг и зачем туда люди ездят и вообще для чего, это все будет в описании ниже. А на кадрах я, кстати, гоню в багажнике пикапа, ловлю попутный ветер, кайф, чего всем советую. В общем, приятного просмотра! Сейчас 6 часов 11 минут. Так, меня лучше видно. Мы встали, зарядил такой дождь, но это произошло где-то, наверное, часа... началось. Точнее, где-то, наверное, часа 2 назад, но он вообще не прекращается и до сих пор льет, льет. Мы сейчас немножко, может, подождем, потому что у нас дворники на машине не очень хорошо работают, и поедем. Мы уже на пути к нашему месту, где мы будем. И вот мы проезжаем реку очередную. И посмотрите, кто у нас здесь в речке Страсти, Мордасти. Такой сладкий. Очень хорошо его видно. И жирафики. Пару штук. Один спрятался там за деревом, но там двое их. Как нам рассказывал гид, они своим языком могут обволакивать веточку и вот так прям срывать языком листочки. Какой красивый. Это впервые он так смотрит прям на меня. О, вот, видите, языком. Какой язык огромный, боже мой. О, второй. Вы встретили еще одно животное. Я подпишу его название. Я его перепутала с Куду, но это не Куду. Ну, посмотри сюда, красавчик, пожалуйста. Давай, давай. Он не смотрит на меня. У него на попе вокруг хвоста... Вот, посмотрел, молодец. На попе вокруг хвоста такой белый кружок. И на шее тоже такой же белый. Очень красивый. На территории национального парка Крюгера есть очень много территорий для кемпинга. И у них разные названия, их очень много. И вот в одном из них мы остановимся, разобьем палатку и там пробудем две ночи. Вот люди сюда также приезжают с караванами, со своими там всякими палатками, всем прочим. Здесь есть вот заправка, как видите, туалеты на каждом шагу. Все очень хорошо обустроено. И вот мы сейчас остановились в одном из них. Мы пока еще... Это не конечный наш пункт назначения, так скажем. Но мы вот останавливаемся каждый раз в туалет сходить. В некоторых из них есть магазины. Вот в магазин сходить, если кто хочет. Кокотичек. Тоже такой классный чувак. Вообще, посмотрите, какая красота вокруг. У меня еще есть срая на телефоне, кадры. У него прям поярче такие цвета. У меня здесь немножко чуть пасмурные, более реальные цвета, потому что сейчас очень пасмурная погода. Птички сидят, видите, на нем? Они едят этих клещей с него. Красавчик. Птички сидят, видите, на нем? Птички сидят, видите, на нем? Птички, стоит. Птички, стоит. Птички, стоит. Птички. Птички. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересно, кстати. Все, мы выбрали местечко. Такое вот... Не слишком заселенное, так скажем. На нашей стороне вот всего лишь у нас одни соседи. Здорово! 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 Палатка у нас просто вообще лакшери. Она новая и стоила она довольно дорого. Короче, она должна быть супер непромокаемая, супер-пупер. Все, короче, прибамбасы с ней. Но, конечно, без факапчика не обошлось. Мы взяли такой матрасик надувной, а он оказался просто с огромной дырищей. То есть это даже не какая-то маленькая дырочка, это просто-то огромное дырище. И даже надувать его даже на какое-то время нет смысла, потому что он, конечно, будет жестко спускать. И теперь нам не на чем спать. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Вчера я еще сказала, что мне будет холодно. И я хотела взять еще одеяла запасные, и я их взяла. И теперь я думаю, что да, нам придется постелить запасные одеяльца и вот так вот спать. Хуэмора! Хуэмора! Гоброе утро! Как дела? Зачка, ну это гоброе утро! Доброе утро! Ды! Доброе утро! Блин, вот как природа их такими вообще стильными создала, а? Может получатся глаза, а все это максимальный зум? Слонов стоит бояться на дороге, потому что они уже людей не боятся, и люди их к тому же бесят. Они, бывают, людей припугивают. А иногда даже начинают гнаться за машиной, так что слоники-то те еще. Слышали? Вот так вот он нас погоняет. Говорит, это наша территория, давайте отсюда чешите. Да, красавчик? Райан сейчас снимает Бообаб. Это вот большой Бообаб. И сейчас он снимает следы от... следы, в общем, слонов. И, как заметно, кора внизу, она вся покоцанная. Это означает, что слоны приходят и ее вот так вот объедают. Вот, видите? Идет вот так все покоцанное. Бедное дерево. Вот так они приходят, обламывают ветки и поедают кору снизу, вот где они могут достать. Следы их повсюду здесь. Мы подъезжаем к мосту, чтобы посмотреть на речку. Лу-ву-ву-ву-ву, по-моему, называется. Если я опять же правильно прочла. Так, а где речка? Алло. Where is the river? Where is the river? Ну, короче, она где-то там есть. В общем, речка. Хоть ее и нету. Нету воды. Африка. Нету воды. Он говорит, нету воды. Это Африка. Здесь нет воды. Бедное. Бооб. Африка. А, вот она. Вот он, пожалуйста, река. Воды, говорит, нету. Тут воды, целая река. Река огромная. Да, Райан? Как это воды нету в Африке? Вот же вода. Есть вода, а вот. Да, много воды. Эй, чекпот! Чекпот! Водопрожает, короче. Как ты знаешь, что ты можешь, что ты не можешь. Короче, иногда он мне говорит, здесь нельзя выходить с машины, а здесь можно. Я ему говорю, как? Как, вот ты понимаешь, можно или нельзя. Он говорит, что вот здесь желтая линия вот такая, которая разрешает выходить из машины. Ну, вдруг кому это понадобится? Все, мы выходим из машины. Это невероятно красиво, как еще сказать. Вот этот островок просто прелесть. Я представляю, прям, как животные туда подходят, пьют водичку. Шикарно, шикарно. Тут уж какой-то островок есть небольшой и тут. Это кумбята-бородавчики, это на самом деле называется, но... Все, мы прибыли на место пикничка, но тут так много людей на самом деле. Как-то, блин, не знаю даже, вон машин сколько стоит. Люди все позанимали. На территории пикника есть все. Два туалета. Вот один. И вот там вот вдали второй. Крыша, вот видите, там видна вдали. Есть такая вот с крышей беседка, да, если вдруг дождь. Начнется, чтобы люди все туда, хоп, и собрались. Очень много столиков, стульев, мусорки. Обязательно раковины. Вот два таких островка с раковинами, где можно помыть свою посуду, да, после обеда. Вот. Люди здесь не мусорят. Как видите, мусора нигде не валяется, никакой там ни одного несчастного пакетика. И вот это меня, конечно, всегда и поражает. Мы принесли все, что нам нужно. Все было бы просто супер прекрасно, но я забыла про вот этих товарищей, которые уже сидят и ждут, когда их пригласят на обед. А точнее, они хотят без приглашения прийти. Меня эти обезьяны абсолютно не боятся и принимают за ребенка. Поэтому они у меня чуть ли не из рук отбирают и все. Вот. Поэтому Райану надо быть очень внимательным. Да, Райан? Иначе они просто все забирают. Пришли ребята сюда. Это молодой самец, я думаю. Райан, это выглядит как бушбак. Да, но это тоже есть ринг здесь. Ну, это ньялы, короче. Молодой самец и самочка. Молодой самец. А это река Лимпопо. Там Зимбабве, там Мозамбик. Крокодильчики, кстати. Боже ты мой, какие они огромные. Их тут много. Получается раз, два, три, четыре, пять штук, что ли. А это сосисочное дерево. Сосисковое или сосисочное дерево. Короче, тут плоды такие похожи на сосиски. Если эта штука упадет тебе на голову, то будет бобо. Африканская дикая собака. Сосисковое дерево, пожалуйста. Это впервые, вообще в первый раз я вижу за три приезда сюда в Африку. Я впервые вижу собаку дикую. Какая прелесть. Какие они красивые. Такие вот они красотки. Они играются друг с другом. Играются. А у нас утро. Мы уже сложили нашу палатку. Мы провели здесь две прекрасные ночи, не считая погоды и некоторых других нюансов. Ну, сегодня мы собираемся уже на другое место. Там мы проведем еще ночь и поедем домой ранним-ранним утром во вторник. Вот такой вот у нас завтрак будет. Две сосиски. Потом там еще булочки, яйца и лук с грибами жареный. На этой все сковороде сделаем. На огне, потому что газовая плитка. У нас, мы не знаем, сколько газа осталось. Нам еще надо на обед, чтобы газ остался. Приехали на место пикника. На еще одно пикничковое место. Тирай пятачок. Называется Баба Лала. Тут такая красота. И нет обезьян этих, раздражающих, которые крадут еду. Поэтому мне здесь очень понравилось. Людей здесь достаточно. Много. И все они высматривают птиц. А птиц здесь очень много. Монгуст. Какой же он красивый. Как я их люблю. Как я их обожаю. Какие же они сладкие. Они маленькие очень. Чем узели. Вот сейчас двоих поймаем. Вот один. И вот он второй. Крадется такой малыш. Чем они сладкие. Их вообще много тут было. Но я вот только двоих пока что вижу здесь. Мы почти приехали на наше второе место кемпинга. И вот здесь такая вот история. Мы должны проехать по вот этому мосту. Вроде течение не слишком быстрое. И река не очень полная. Мы переехали эту речку. Было очень глубоко. Жалко, что я блин не сняла. Но мы так от страха дрожали, что было не до этого. В этом лагере. Лагерь называется Шингвези. В 2013 году здесь было наводнение очень сильное, которое все порушило. Река наполнилась, наверное, где-то на метра три в высоту. Может, даже и больше. Может, я и ошибаюсь. Номер нашего домика. Б48. Сейчас мы будем открывать нашу пятизвездочную виллу. Так, поехали, поехали. Спасибо за то, что вы не будете здесь курить. Шкаф. Зеркало-тубочки. Холодильник. Пресные кроваточки. Душевая. Раковина. И, конечно же, тубчик. Итак, на ужин у нас сегодня стейки. Потом вот такая вот вкуснейшая картошечка с маслицем. И вот такие вот у нас будут овощи. Солки у нас, к сожалению, никаких нет. На часах 5.57. Вот уж точно доброе утро. Мы уже в пути обратно.